В дежурную часть позвонил мужчина и на плохом русском сообщил, что его с другом взяли в заложники. Они граждане Камеруна, где находятся, не знают. Потерпевший сказал, что он находится где-то, вид на море. Этот звонок и спас иностранцев. Две недели посетители удерживали камерунцев в здании бывшей спасательной станции на берегу Каховского моря. От заложников требовали сообщить, где находится их друг Патрик, который якобы задолжал бандитам 500 тысяч евро. Не услышав ответа, пленных подвергали пыткам. Нам приставляли, работали ищут их. Кушать давали вам кушать? Кушать давали, ну, просто что приезжали. По горячим следам удалось задержать троих похитителей. Им инкриминируют пытки и вымогательства. Еще одного организатора похищения ищут. Человек, который организовал это все, это, еще раз говорю, бывший член организованной преступной группировки. Не открою тайны. Кличка у него киллер. Сейчас мы будем проверять всю информацию, которую получили от потерпевшей стороны и от стороны обвиняемой, чтобы установить на самом деле истину, по причине, по которой их похитили, по которой их содержали. Освобожденные Пьер и Кристиан сейчас под охраной в больнице. Залечивают следы пыток. Термитские ожоги второй, третьей степени. В настоящий момент какой-то угрозы для жизни они не представляют. А дежурных милиционеров за бдительность наградили. Лично генерал вручил по полторы тысячи гривен. Анжела Слободян, Олег Слободян, События, Херсонская область.